Друзья, я хочу вам зачитать из второго послания святого апостола Павла Кимофея третью главу. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящи добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и они, и Амбрии противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед теми, как и с теми случилось. А ты последовала мне в учении, житьи, расположении и вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, потесших меня, в антиохии, иконе и листрах. Каковы и гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено. Знай, кем ты научен, при том же ты и с детства знаешь священописания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Прямо как для нас все это написано. Прямо как для нас все это написано.